Всем привет! С вами канал Marus Live и в сегодняшнем видео поделюсь с вами хорошими новостями, которые наконец-то произошли для граждан Украины, правда, но я думаю уже скоро появится и для всех других стран такая новость. Итак, ребят, граждане Украины могут подавать заявление на шенгенские визы с целью трудоустройства без ограничений. Вот такая вот новость появилась сегодня, 23 августа, в день Харькова, кстати, всех с праздником, в день рапора, так сказать, нашего украинского, тоже всех с праздником. Такая вот новость появилась на сайте Генерального консульства во Львове, что можно подавать без обмежень. Не знаю, конечно, как это все будет выглядеть, но есть опять же какие-то новые нюансы, сейчас я о них вам расскажу более подробно. Ссылки, как всегда, оставлю под видео, в описании, так что переходите, читайте, ознакомьтесь более подробно. Здесь самая главная новость насчет визы, значит, информируем, что граждане Украины, которые подают свои заявки в Украине и с набутем чинности, от 24 сервня 2020 года могут подавать заявки на шенгенские короткостроковые визы с метою працевлаштувания, незважаючи на те, какую работу они будут выполнять в чешской республике. Это очень хорошая новость, то есть реально все запускается. И, конечно, не знаю, как по Чехии будут ли эти вакансии выкидываться, будет ли возможность работать на заводах, складах, на других предприятиях. Ну, в любом случае, что ограничения уже сняты, это уже хорошо. Сберегается обовязок регистрации через визовые центры, як и правила территориальной приналежности при подаче. То есть это не означает, что все сейчас поедут во Львов, рынуются подавать во Львове. Нет, можно все это делать по своим регионам, Киев, Днепр, Одесса, Харьков и так дальше. То есть можно это все делать там. Ну, а кто относится ко Львову, естественно, будет делать во Львове. Вот я же перешел сразу на чешский сайт, чтобы посмотреть подтверждение, есть ли эта информация там или нет. На Министерстве внутренних дел информация-то есть. 24 августа 2020 года также будут приниматься заявки на получение краткосрочных виз для работы для граждан Украины. В то же время ограничения на свободное передвижение в Чешской Республике через 14 дней после возвращения из-за границы продолжают действовать как в отношении иностранцев, так и возвращающих чешских граждан из стран с повышенным риском. Любое лицо, уезжающее на территорию Чешской Республики через границу и не находящееся на карантине, должно соблюдать правила ограниченного свободного передвижения людей. Правило для рабочих из стран с высоким уровнем риска ужесточается. Украина, как вы знаете, для Чехии является страной высокого риска, поэтому будут тут требования чуть изменены. Значит, какие же ужесточения будут для украинцев, которые будут приезжать в Чехию, где обязательство повторного тестирования вводится через 14 дней после въезда на территорию Чешской Республики из-за относительно значительного распространения болезни в этих общинах. В случае необоснованного теста с отрицательным результатом работники из стран, не входящих в список стран с низким риском COVID-19, тем, кто проживал на территории этих государств более 12 часов за последние 14 дней запрещен доступ во все помещения. и рабочие места работодателя. Такая же обязанность распространяется на образовательные учреждения по отношению к студентам и учителям. Друзья, что это значит? В Чехии теперь вводится двойное тестирование на COVID-19. То есть, теперь вы приезжаете в течение 72 часов, обязаны сдать тест на коронавирус методом ПЦР, стоимость его 1750 крон. Сдать его можно сразу в аэропорту. Мест на самом деле, ну, по каждому региону есть, но их реально маловато. Мы вот когда вернулись в Чехию после отпуска, то реально тяжело зарегистрироваться. Поэтому ездили тоже в аэропорт, сразу же там все это делали и оплачивали эти тесты. Там, конечно, очередь живая, но бывает в зависимости от того, как прилетит самолет и какая будет очередь из людей, из каких стран. Поэтому все это можно сделать там без проблем. Ну, а там уже какая будет очередь, уже будете сами это все видеть в реальности. И они хотят ввести еще через 14 дней повторное тестирование. То есть, будет еще одно тестирование. То есть, через 14 дней, как это будет, конечно, выглядеть, я не знаю, как они будут требовать у работодателя эти тесты. Либо работодатель будет требовать у вас, то есть, тех людей, которые будут приезжать, я не знаю. Поэтому новость новая, еще никто ничего не знает. Понятно, что, с одной стороны, как бы круто, что открыли доступ ко всем профессиям, так как нет ограничений никаких. Но, опять же, сдать два теста по 1750, это уже как бы 3,5 тысячи крон. Это 4-4,5 тысячи гривен, грубо говоря, на данный момент по курсу. Это как бы, ну, такие приличные затраты, приличные растраты. Поэтому, ребят, кто будет ехать, и кто будет, опять же, знать, информирован быть в этой информации по поводу тестов, пишите обязательно под видео этим, в комментариях, делитесь. Это очень важно, потому что нужно знать и понимать, как это работает. Вот нас, по крайней мере, пока требовали один тест. Вот, ну, а там, как оно будет дальше, делимся обязательно со всеми под видео в комментариях. Буду вам за это очень признателен. Такая вот информация, как бы, и хорошая, с одной стороны, с другой стороны. Есть моменты по поводу этих тестов. Как будет дальше, будем видеть и наблюдать. Поэтому встречаемся в следующих выпусках. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока! Пока!